Парк является озелененной территорией, где могут отдыхать все желающие. Разновидностей парков – множество. Они различаются по следующим признакам – величина, малый, средний, большой, местоположение, сельский, городской, загородный, демография, детский, без возрастных ограничений, природно-ландшафтные условия, гидропарк, парк на лесной территории, приемы формирования ландшафта, регулярный, пейзажный, функциональное значение, ботанический, спортивный, для прогулок, мемориальных, этнографический, зоу или парк развлечений. Как правило, парковые зоны содержат государство. Парк Горького Казань находится в Вахитовском районе города. У входов ЦПК и УАИМ. Горького можно сфотографироваться на фоне памятника неизвестному солдату и монумента, павшим за советскую власть. Теплоход от парка Горького В 18 веке территория парка находилась на окраине города, там обеспеченные жители строили дома и усадьбы. Обратите внимание, когда-то эти места, где росла липовая роща, а за ней находился Арский лес, посещали Пушкин, Шаляпин, Сергей Оксаков, Максим Горький. Нынешнее место отдыха построили в 1930-е годы, чтобы казанцы здесь могли проводить свое свободное время. Тогда парк Горький, администрация, дала ему это имя в честь знаменитого земляка, назывался «Русской Швейцарией». В 2000-х годах, из-за строительства дороги и возведения моста «Миллениум», парковую территорию урезали, а также вывезли аттракционы. Аттракционы, которые раньше работали в ЦПК и Уэйм. Горького, колесо обозрения, ромашка, американские горки, паровоз, космос, кораблик, ИПР. Реконструкцию ЦПК и Уэйм. Горького пережил в 2007 году и 2014 году. Музей-квартира А.М. Горького адрес, улица Иршова, 1. Расположение на Google-карте Расположение на 2 ГИС-телефон стадиона, плюс 7, 843, 236, 31, 63. Режим работы, 24 седьмых. Вход в ЦПК и Уэйм, бесплатный. Официальный сайт парка Горького в Казани, официального интернет-портала у ЦПК и Уэйм нет. Рок-Крик-парк или парк каменистого ручья в центре Вашингтона до остановки ЦПК и Уэйм. Горького удастся доехать на троллейбусах номер 7, от ЖД вокзала, 3, 5, автобусах номер 25, 91, 4, 35А, 1, 25, 83, 74, 71, 10. Важно, планирующим добираться до ЦПК и Уэйм на собственном авто, следует учесть, выходные там нелегко найти парковочное место, несмотря на то, что рядом с парком есть автостоянки. Сегодня Центральный парк культуры и отдыха имени Горького приютил на своей территории следующие объекты – маленькое кладбище. Работает с 8 утра до 6 вечера, это место захоронения известных писателей и казанских революционеров. Здесь же установлен памятник погибшим сотрудникам МВД, Вечный Огонь, Аллею Славы. Два моста через овраги. Молодожены здесь прикрепляют замки, более тысячи деревьев, скульптуры различных сказочных персонажей, пеленальную комнату, она открывается летом и доступна для отдыхающих с детьми с 10 утра до 8 вечера. Скамейки, каменным скамейкам прикреплены таблички с отраженными на них именами спонсоров, беседки, фонари, пешеходные дорожки, туалет, щиты с картой парка. Музыкальный фонтан, работать фонтан начинает с конца мая. Вечерами, с 20 часов до 23 часа, его водные струи пляшут под музыку, один пятичасовой шоу повторяется дважды. А место рядом с фонтаном нередко становится площадкой для проведения бесплатных кинопоказов на свежем воздухе, планирующим посмотреть фильм. Перед походом в парк рекомендуется запастись средством от комаров и почтилкой, а также танцевальных и занятий йогой. Обратите внимание. В летний период детям разрешается купаться в фонтане. Площадки для игр в городке имени Футбол, тренажерный зал на открытом воздухе, озеро, веревочный городок, Скайпарк. Он оснащен пяти трассами, желтой, с троллем 30 метров, с 7 лет, белой, с 10 лет, зеленой, с 11 лет, синий, с троллем 60 метров, с 14 лет, красный, с 14 лет. Прохождение каждой из трасс, кроме, желтой, 250 рублей. Обойдется в 500 рублей. Средняя продолжительность прохождения, 60 минут. Стоимость однодневного безлимитного абонемента, 1000 рублей. Звездочка батут, 100 рублей, 10 минут, мини-лодки, 150 рублей, 5 минут, и аттракцион, водный шар, 200 рублей, 5 минут, для маленьких посетителей, а также бесплатную детскую площадку. Чудесными обитателями парковой зоны являются белки, которых, если повезет, удастся запечатлеть на фото и даже покормить с рук. Перекусить можно в следующих заведениях питания, ресторан, лето, 11 часов, с 1 часа до 3 часов. Меню представляет собой микс европейской и паназиатской кухонь. Винная карта славится свыше 24 сортами вин. Кроме того, в ресторане проводятся вечеринки с участием диджеев и есть караоке. Желающие могут петь, сколько им захочется, кофейня, ураган-сарай. Здесь удастся отведать изумительную выпечку и кофе собственной обжарки, ресторан быстрого питания, тюбетей, тут торгуют национальными татарскими блюдами, семейное кафе, Густав Кафо, в меню представлены блюда европейской и авторской кухонь. Обратите внимание, в Густав Кафо проводятся праздничные мероприятия для детей. Не знаете, куда деть себя в ЦПК и Уэйм? Горького Летом здесь удастся прокатиться на пони, лошадях, верхом или в повозке, или «веселом паровозике», он возит всех желающим по центральной аллее за 100 рублей, один круг, устроить пикник на большом участке в дальней части парка, полюбоваться светомузыкальным фонтаном, а также осмотреть другие объекты, находящиеся на его территории. Обратите внимание, в мае-сентябре в ЦПК и Уэйм удастся взять на прокат ролики или велосипед. Зимой в ЦПК и Уэйм. Горького можно прогуляться по его аллеям, скатиться на ледянках и, в отрушках, есть пункт проката с горок, предназначенных для маленьких и взрослых посетителей, исследовать лыжные трассы, утолить голод в кафе, провести время на катке. Каток открывается в декабре-феврале на стадионе «Трудовые резервы», место его расположения – южная часть парковой зоны. К услугам активных отдыхающих – гардероб и пункт проката коньков. В будний каток можно посетить с 17 часов 30 минут до 21 часа, а в выходные – с полудня до 10 часов вечера. Цены – вход с взятыми в аренду коньками – 120 рублей, час. Вход со своими коньками – 60 рублей, час. Заточка коньков – 150 рублей. Звездочка. В ЦПК Иоим. Горького проводится фестиваль экстремальных видов спорта, гастрономический фестиваль мороженого, фестиваль отцов, папа-фест, квесты для детей, гонки на радиоуправляемых машинках, соревнования по зимнему триатлону и прочие мероприятия спортивного характера. Казанский парк Горького – большой и интересный. Сюда можно прийти на целый день и отлично провести досуг в уютной обстановке. Звездочка цены актуальны на август 2018 года. Продолжение следует...